Брат Мехмед, ты мою мать не видел? Нет, не видел. Аллах, Аллах, где же она? Зайдите в магазин техники. Она ведь была там. Хорошо, брат Мехмед, большое спасибо. Не за что. Где же она? Я с ума сойду. Мы найдем ее, мы жди, не переживай. Далеко не уйдет, мы ее найдем. Она не знает много мест. Если бы было хобби, то поискали бы. Пошли в магазин. Госпожа, я прошу вас, выйдите. Придется позвонить в полицию. Хорошо, это последнее, честно. Мама? Мама, ты что делаешь? Выбираю порошки. Мне это помогает, успокаивает. Вы ее знаете? Да, мать моей подруги. Целый час стоит и нюхает. Все по очереди. Щупыть мыло. Мы не знали, что ей делать. Хотели позвонить в полицию, думали больная. Какая больная? Просто чистоплотная. Сразу клевещите. Если бы такой не была, кому бы вы их продавали? Ладно. Мы сами разберемся. Тетя Шейма. Мамочка, я так испугалась. Почему телефон выключен? Не знаю. Разве выключен? Я очень одинока. Очень. Кому мне звонить? Зачем мне включать телефон? Ради кого? Вы не одинокий, госпожа Шейма. Мы же есть. Пойдем, прогуляемся. Прогуляемся? Нет, нет, я боюсь. Чего боитесь? До сюда же дошли? Да? Да? К тому же мы рядом. Спасибо, что вы есть. Вы тоже. Мы сделали все, что в наших силах, госпожа Шукрана. Вы уверены, что действительно хотите этого, да? Может, нам увидеть Фелис? Она решительно настроена взять опекунство. Готова взять ответственность. Но и о детях, я думаю. Сделаем вот что. И если вы до конца справитесь, то сделаем это дело. Госпожа Севиль, Фелис и правда очень хорошая сестра. Я уверена, она сделает самое наилучшее. Но они мои дети. Наши, наши. Замолчи, Фикри. Так будет лучше и для Фелис. Всю ответственность должна братья, не так ли? Так, конечно. Если честно, я очень обрадовалась вашей решительности. Думаю, ваш настрой повлияет на судью. Настораживает, что у вас нет денег и работы. Хорошо. Отлично. Тогда сделаем вот что. Сегодня же заберем детей, если необходимо. Я с ним поговорю. Что? Сегодня? Вы что, госпожа Шукрана? Такие дела так быстро не делаются. Подам заявку. Потом приготовим документы. Госпожа Севиль, отправьте меня поскорее в суд. Я готова сделать все, что угодно. Я душу за них отдам. И если мы не сможем уладить это дело, тогда я пойду на телевидение. И докажу всем свои права. Я не остановлюсь, пока не заберу детей. Понятно? Понятно. Поняла. Тогда займемся делом. Посмотрим, сможете ли вы решить это дело через суд. Отлично. Отлично. Мне пошло это на пользу. Пошло на пользу. Вы из меня не пошли в школу. Извините, дети. Даже мамой не могу быть. Нужно заниматься тобой. А ты наоборот возишься со мной. Разве так можно? Почему я такая мать? Почему я всего боюсь? Почему так расстраиваюсь? Почему? Разве так можно, тетя Шима? Ты очень сильная женщина. Пойми уже это. Это так? Да. Мюжде повезло с тобой. Она тоже знает это. К тому же, не только Мюжде. Но и мои братья, благодаря тебе, избавились от многих проблем. Не расстраивайся из-за тех, кто тебя не ценит. Ты правда так думаешь? Да. К тому же, ты не одиноко, как говоришь. Ты тоже часть нашей семьи, тетя Шима. Ты наша единственная, тетя Шима. Какой же ты хороший парень, Рахмет. Я люблю тебя, как своего сына. Я вас всех люблю, всех. Мы тебя тоже любим, тетя Шима. Пойдем, провожу тебя домой. Нет-нет, вы и так опоздали в школу. Я сама дойду. Держась по той стенке. Пойду. Смогу. Нельзя. Что с тобой, если один день не пойдем в школу? Я провожу тебя, пойдем. Хорошо, ладно. Пойдем. Ну, хорошо. А я приготовлю вам кекс. Пришла? Ну и что? Что делает наш парнишка? Все хорошо. Приют очень хороший. Я тебе говорил, зря пошла туда. Столько дел недоделанных. Где это видно, чтобы ты ходила к работникам? Я думала, Хикмет в трудном положении. Столько времени рядом с нами был. Хотелось назвать добродушной тебя. Но ты просто глупая, вот и все. Ладно. Проходи за кассу. Я пойду к заказчикам. Давай. Что? Деньги? Поставщику иду, говорю. Что ему дать? У меня нет денег. И здесь все забрал. И с ранней тени. Давай деньги. Нет, а сын. Что непонятно? А сын? А сын? Отпусти. А сын, ты что делаешь? А сын, нет. Отпусти. Что такое, а? Эсра, я тебя люблю. Хочу говорить об этом громко. Больше не могу держать это в себе. Ты растешь в моей душе. Вырываешься из предела моего сердца. Я больше не могу терпеть. Я люблю тебя. Люблю. Что это? Что это такое? Кто написал тебе это? Кто? Кто написал тебе это? Я прикончу тебя, скажи мне. Я ни при чем здесь. Это вырынили ученики. Не ври мне. Там написано Эсра. Совпадение. Почему хранишь это в кошельке? Чтобы не потерять. Хотела отдать девочкам. Погоди. Я еще прикончу тебя, Эсра. Знай это. Я прикончу тебя. Я прикончу тебя. Уходи. Кто там? Дженгиз. Чего ты хочешь? Чего смотришь? Не знаю, просто удивился, увидев тебя таким. Всегда я плакала за тебя. Моя мать ушла, знаешь? Как это? Вы же утром виделись. Пришла последний раз и больше не придет. Если кому-нибудь расскажешь, я прикончу тебя. Нет, никому не скажу об этом. Дженгиз. Не расстраивайся. Легко говорить. У тебя много братьев. А я совсем один. Хикмед. Хикмед. У тебя гости. Кто? Музи? Нет, другая. Твои родители пришли. Назми от валья. Не прикалывайся. Ждут внизу, глянусь. Ты серьезно? Да. На полном серьезе? Почему они еще не пришли? Им что, не сказали? Шукран, успокойся ты, а? Сядь, скоро придут. О, пришли. Посмотри на желтую голову. Дорогие мои. Мама. Ты вернулась? Вернулась, дочка. Вернулась. Моя дорогая. Сынок. Исмо. Душа моя. Сынок. Откуда ты взялась? Дорогой мой сынок. Исмо. Давайте присядем. И папа здесь? Да, здесь. Садитесь. Давайте. Идем, идем. Идем. Мама. Сынок, мой ягненок. Мама. Надолго ты останешься здесь? Сестра нас отсюда вытащит. До этого времени ты останешься с нами, да? Конечно останусь, доченька. Я пришла за вами. Мы сегодня выступим в суде. Все вместе пойдем. Правда? Ух ты. Вот так вот. Ты не врешь, мама. Иначе дети потом расстраиваются. В смысле, сынок? С ума сошел? Спроси у адвоката. Да-да, сегодня выступим в суде. Лучше поторопиться. Пойдемте. Пойдемте. Собирайтесь. Рахмет тоже придет. Пойдем. Кирас, возьми Исмета. Не забудь. Ступайте, одевайтесь. С ног не стой, поторопись. А сестра? Ее нет. Есть твоя мать. Я вернулась и вытащу вас отсюда. Давай. Фикри, чего сидишь? Мы на улице будем ждать? Там ведь холодно. Ладно, ладно. Бери это, бери. В чем дело, старик? Почему собираешься? Мама и папа пришла. Идем в суд. Домой возвращаюсь. Да ладно. Правда? Правда. Они меня ждут внизу. Поздравляю. Ты спасся. Дженгиз. Прости за все. Прости за все. Прости за все. Прости за все. Что это? Номер телефона моей сестры. Если что, звони мне. Сразу приеду. Спасибо. Ты что, правда уходишь? Мама так говорит. Я пойду за Исметом в Ясли. Ты не расстраивайся. Я буду навещать тебя. А сестра Тюлой придет? А сестра Тюлой придет? Разумеется. Вместе придем, не переживай. Увидимся. Увидимся. Поцелуй за меня Исмета. Хорошо. Увидимся. Увидимся. Исмета. Моя подопечная. Моя подопечная, Шукран Элибо, хочет забрать детей из приюта обратно, господин судье. Она прижила очень сложную жизнь. Однако, заявляет, что не хочет потерять своих детей. Вы говорите, что госпожа не знала то, что детей забрали в приют. Очевидно, что она потеряла всякую связь со своими детьми. Господин судьи, позвольте мне сказать? Конечно. До этого дня я была плохой матерью. И я согласна. Я здесь перед вами. У своих детей. Прошу прощения. А мой муж в одиночку не мог за ними присматривать. Выбрал этот путь. Поселил их в приют. Он старался сделать то, что правильно. Но для моих детей лучше быть в семье, где за ними стоит отец и мать, господин судье. Мои дети заслуживают этого. В идеале так и должно быть. Однако нам необходимо удостовериться, что вы можете обеспечить это. И кто сделал все, что угодно. Я прошу у вас и у своих детей дать мне второй шанс. Господин судьи, позвольте. Я хочу собрать всю семью. Не лишайте меня моих детей. Мы заслуживаем второй шанс. Решение. Исчезновение матери. Поэтому опекунство над детьми перешло отцу. Он не смог нести свои обязанности. Органы опеки забрали детей в приют. Хикмет, Фикрет, Кирас, Исмет, Элибол. Должны быть отпущены из приюта и переданы матери Шукран-Элибол. Обеспечить нахождение детей рядом с родителями. Поддерживать тех, кто за них ответственен. Это наша обязанность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мам, спасибо. Это вам спасибо, сынок. Я горжусь вами. Вы прекрасные дети. Молодец, Шукран, молодец. Как ты и говорила. Хоть бы сестра была здесь. Пойдемте. Чего стоим здесь? Пойдемте. Итак, прошу вас, дядя Осман. Давайте ешьте, пока не остыла. Ай, моя нога. Я забываю. Ты смотри, почувствовал аромат мяса и забыл о боли в ноге. Что бы я делал без тебя? Будь осторожен. Ешьте, пока не остыла. Ешьте. В чем дело? Фикрет очень любит макароны. Хорошо. Вместе поедим, хорошо? Хорошо. Как вкусно пахнет. Кто приготовил все это? Приятного аппетита. Кстати, он такие крылышки готовит. Пальчики оближешь. В следующий раз дай Аллах. А откуда вы знакомы? Я ведь говорил. Мы старые соседи. Мы присматривали за домом господина Саваша. Его отсутствие. Что бы мы без него делали? Господин Саваш, а что бы мы без тебя делали? Мы давно приехали сюда. Господин Саваш тоже знает об этом. Мы пережили трудные времена. Ладно. Если бы не Саваш, мы бы не справились. Не преувеличивай. Любой бы сделал то же самое. Кто бы это сделал, господин Саваш? Ты поддержал нас. Записал моего внука в школу. Отправлял зарплату. Даже когда сам не приезжал. Что бы мы делали? Если бы он не помог, прошлое его приезд. Мой внук Ахмед сильно заболел. Он отвез его сразу в больницу. Занялся всеми делами. И сказал мне, дядя Асман, иди отдохни. Я рядом. Присмотрю за всем. До утра был снег. Кто еще такое сделает? Уже сделал. Давайте поговорим о другом. Он не любит, когда его хвалят. Сразу нервничает. Вы его лучше знаете. Вы ведь его невеста. Дочка. Положи еще. Совсем мало ешь. Она питается воздухом. Ее секрет красоты. Слад очень вкусный. Здоровье вашим рукам. На здоровье. Намекает, что бы съесть еще. Просто у меня не было аппетита. А теперь я в порядке. Я ничего не говорю. Приятного аппетита. Ешь. Бог помощь. Привет, брат. Наполнить? Неполный. Залей на стуль, Лир. Сейчас. Ты живешь здесь? Да, брат, здесь. Где-то здесь дом семьи Октан. Я вбил адрес. Но решил спросить, может быть, ты знаешь? Знаю, брат. Это самый нормальный дом там. Только немного далековато. Пускай, объясни мне. Поедешь прямо отсюда. Через 30 метров повернешь налево, брат. Давай, Ахмед. Уберем стола вместе. Нет, нет, сидите. Я сама все уберу. Разве можно, Фелис? Можно. Я все уберу. Ты же гость. Ничего страшного. Помоги, сестре, давай. Ты иди, я приду. Ты нашел хорошую девушку? И такая красивая. И такая простая. Она такая. Ахмед, завари чай. А я потом налью. Хорошо, дедушка. Купи Симит, а я заварю чай. Он заварил уже. Кто? Фико. Ненормальный. Сестра. Дядя Осман, не утруждайся. Ну что ты. Прошу, господин Саваш. Дядя Осман, спасибо. Крепкий получился. На здоровье. Ахмед, давай быстро в кровать. Давай, дорогой. Хорошо, дедушка. Спокойной ночи, брат Саваш. Спокойной ночи, братик. Спокойной ночи, сестра Фелис. Ты ведь приедешь еще? Приеду, конечно. Он тебя полюбил, госпожа Фелис. После смерти матери, ему никто так сразу не нравился. Ладно, я тоже пойду. Куда ты идешь? Загляну к нашему Хюсню. Хотел еще днем сходить. Наверное, ждет меня. Проблема у бедного. Загляну к нему. Не обидишься, Витя? Ну что ты, дядя? Отдыхай. Дядя Осман, большое спасибо за все. За все, за все большое спасибо. Ну что ты? Спасибо. Вы отдыхайте. Я пойду. Куда? Домой. Ты не нуждаешься во мне. Дядя Осман рядом. Я пойду и заберу детей. Фелис. Ты не видишь, на улице темно. К тому же здесь волки. Смотри. Да. Утром пойдешь. Осторожно, нога. Как только будет рассвет, я уйду. Хорошо. Дай мне чай. Что с тобой? Что такое? Ребро кулит. Как это? Где? Больно. Что будем делать? Что делать? Дай-ка руку. Прижми сюда. Нажимай. Вот так вот. Хорошо. Только не убирай ее. В чем дело? Лечение рукой? Это современный метод. Я спасел даже. Как полегчало, боже мой. От боли даже голова разболелась. На каком факультете этому учат? Современный метод. Вот нажимаешь, и легче становится. Уже стало легче. Мне было так больно, а теперь полегчало. Сколько еще простоим так? Не знаю. Держи, пусть будет вот так вот. Ты что делаешь? Фелис. Если нужно лечение, иди в больницу. Или свою руку положи. Какая же ты вредная. Ну ладно. Лягу вот так вот. Только не отходи, хорошо? Вдруг что-нибудь понадобится. Хорошо. Бесконечная дорога не заканчивается. Спасибо. На здоровье. Я спрошу кое-что. Можно? Почему ты не ушла? Тьма тьмущая. Нет, ты... Когда я упал. Ты же хотела сильно уйти. Остаив тебя в таком состоянии? Не знаю. Если бы ты ненавидела меня, как ты говоришь, ты бы вызвала скорую и ушла бы. Ты могла бы уйти. Не знаю. Если бы сделала так, то... А вот и не сделала бы. Потому что ты меня любишь. Ты головой ударился, когда упал. Завтра утром я уйду. Не уходи. Не уходи утром. И ночью не уходи. Просто доверься мне. Ни барышу. Ни совашу. Ни тому глупцу. Ни тому угонщику. Никому из них. А тому, кого видишь. Кто любит тебя больше всего на свете? Сможешь довериться? Ни тех, кто любит тебя. Не уходи утром. Ни тех, кто любит тебя. Не уходи утром. Ни тоже. Ни. 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 Фелис? Фелис? Фелис, ты внутри? Фелис? 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 Нет, брат, не нашел. Адрес неверный. Машина здесь, но их здесь нет. Если я Джамиль, я найду их. Я на хвосте. Клянусь Аллахом, найду свою жену. Вот увидишь. Я за тобой иду, господин Саваш. Я за тобой иду. Так, чай готов. Давай сидите. Петя пока горячий. Возьми фикри. Брат, я соскучилась по дому. То есть соскучилась по дому? А по мне? И по тебе, и по дому. В чем дело? Чего смотришь? А на что смотреть? Я пытаюсь понять, настоящий вы или нет. Человек не может в такое поверить. Почему ты не можешь поверить? Интересно, как поверить в это? Я открою. Беги. Сестра Тюлай. Фико, добро пожаловать. Рад видеть. Сестра Тюлай. Кирас. Любимая моя. Ух ты, моя дорогая. Госпожа Кирас, вы стали выше за один день. Слава тому, кто соединил вас. Сестра Тюлай. Исмо, дай поцелуй. Обожаю, обожаю вас. Не могу поверить. Дети опять дома. Словно сон. Добро пожаловать, Тюлай. Налей чай. Спасибо большое, Сестра Шукран. Мы недавно выпили. Не утруждайтесь. Будет доволен тобой, Аллах Тюлай. Ты за ними ухаживал, как и Фелис. Как оплатить долг перед вами, даже не знаю. Конечно, буду присматривать. Они наша жизнь. Подруга, обниму тебя. Пойдем. Я пойду, уложу Исмета. Из бессонницы ребенок расстроен. Пошли, сынок. Пошли, пошли. Брат, как забрали детей так быстро? Ах, дружище. Видел бы ты эту Шукран в суде? Она говорила так, что чуть судей не расплакался. Шукран великая женщина. Сестра Тюлай? Мама пришла. Она же больше не уйдет, ведь так? Нет, дорогая. Ну что ты, не уйдет. Домой вас забрала. Столько старалась. Значит, тоже не хочет быть вдали от вас. Не так ли, Туфан? Есть новости от Фелис? Нет, брат, нет. До сих пор нет. Почему сестра не вернулась домой? До сих пор не могу успокоиться. Скоро придет. Обязательно придет. Что она сделает, увидев такую картину? Как-никак все Элиболы вместе. Элиболы и мини Элиболы. А я это. Закончились приключения в приюте. Сестра Тюлай, я беспокоюсь. Почему, сынок? Дети вернулись. Будьте счастливы. Что с сестрой? Все дома, а ее нет. Заслуживает быть здесь. Видеть детей больше, чем мать. Да еще за нелюбимого вышла замуж. Она вместе с любимым сейчас. Если увидит это, что вы вернулись домой, никогда не поздно справить свою ошибку. Не волнуйся, все будет хорошо. Телефон Барыши выключен. Мы звонили, до сих пор выключен. Но девушка по пусту. Я говорю, все будет хорошо. Не волнуйся. Давайте. Все будет хорошо. Давайте. Все, баба. До сих пор Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Извините! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Вставайте, позавтракаем вместе! Доброе утро! Дядя, ты заботился о нас! Что я такого сделал? Ну что ты? Доброе утро! Доброе утро! Хорошо, что вы ночью не уехали Я очень обрадовался Я тоже Дорогой, ты пуговицы не застегнул Давай поправлю Дядя Сман, я помогу вам Ну что ты, доченька? Разве так можно? Столько всего сделали Ты гость Так нельзя Оставь, дядя Пусть делает Пусть Ты ничего не поделаешь Встала утром и купила это для вас Рахмет Раздай вилки Мама, зачем поторопилась? Даже передачи не было Дети пропустят два дня школы Куда торопимся? Захотелось Что там такого? Брат Рахмет ведь будет ходить в школу Ты вернулась домой, принцесса? Разве я пойду в школу? Только потом Не говори об этом, сестре Это между нами, хорошо? Ура! Сегодня все будем вместе Ага, вместе Фикри, что за кашель такой? Ты гриппуешь? Детей заразишь Вставай Вставай, отдались от детей Хисмо Соскучился по дому? Соскучился Соскучился Я отведу Ахмеда в школу и вернусь Конечно Пойдем Вы сидите Я потом пойду на базар еще Отдыхайте Хорошо Дядя Сман Можно мне с тобой? Началось Куда? Я пойду домой, в Стамбул Магистраль далеко отсюда Я иду в другую сторону Господин Саваш отвезет тебя Я отвезу, не переживай Отвезу, иди Хорошо Госпожа Фелис Ты не трогай ничего здесь Я приду и сам уберусь До свидания, брат Саваш До свидания Иди До свидания, сестра Фелис Хороших уроков Мне интересно, куда ты собралась идти? Домой Фелис, если понадобится, я тебя отвезу В смысле понадобится? Мне нужно ехать Когда мы разломаем твое упрямство Я скучал по тебе такой Мы все вместе преодолеем, хорошо? Не переживай Все решим Фелис Я знаю, ты внутри Открывай Стой, я открою Чего тебе? Отойди Отойди Ты что делаешь? Думал, что убежишь от меня? Разве я бежал, идиот? Барыш Ты в порядке, не ранена? Ты что говоришь? Что он мне сделает? Саваш Актан Ты задержан по обвинению в похищении человека Подними руки Джимиль, ты что делаешь? Фелис, отойди Выстрелишь в меня? Выстрелишь? Стреляй Джимиль, ты что делаешь? Фелис, отойди Отойди Джимиль У меня есть записи с камер видеонаблюдения Все в моих руках Ты не оденешься При оказании сопротивления сотруднику полиции Наказание увеличивается Подними руки Не подниму И что? Что сделаешь мне? Барыш Стреляй Барыш Фелис, отойди Джимиль Джимиль, опусти оружие Фелис, отойди Джимиль, опусти Я не собираюсь жаловаться Не собираешься жаловаться? Ты до сих пор защищаешь его? Я никого не защищаю Хватит Пусть закончится это Пусть не раздувается Это дело раздулось Ради Аллаха Скажу кое-что Я тоже так думаю Задержи меня Выстрели Хватит Раз говоришь Давай тянуть Как ты можешь его защищать? Говори, что на него не заявишь Мы все переживали Ты хоть знаешь это? Чуть с ума не сошел Парень пришел и украл тебя со свадьбы Что может быть хуже? Моей маме стало плохо Попал в больницу Знаешь об этом? Фелис, не слушай его Я тебя отсюда уведу Убери руки Барыш Оставь все Ты хоть знаешь В каком состоянии твои братья? Они разбиты Чуть с ума не сошли Им и так было плохо в приюте А теперь и тебя нет Только представь Все ждут тебя Но тебя нет Послушай Я говорил с адвокатом Слушай, суд очень скоро Нам нужно ехать Если ты поедешь со мной Я его не задержу Пойдем Ты не пойдешь, Фелис Слушай, ты не будешь